Когда мы проводили земляные работы на нашем участке, мы нашли старинные вещи, нашли колесо. Мы думали, это колесо от пушки, как потом оказалось, не совсем. Но вначале мы как-то так не бросили внимания на это. Потом обратились к специалистам Могилевский педуниверситет, они приехали, ну и определились, что 812 год. Археологи, яких выкликали на место, меркают, что это речь из места битвы при Салтановце у войну 1812 года. На васелке местится побач с Салтанукой, тому зусим не выкликаясь дзюлення, что тут находят речи того часу. Это железный обыд от колеса, хорошо сохранившийся от колес телек того времени. До кола вось, на якую колы мацевалися. Ровная дошки с каваным цвеком того часу, кавалки с куры и решты обыдку. Мы предполагаем, что это русский башмак. Он однозначно периода наполеоновских войн, потому что он изготовлен из кожи. Здесь видно, что каблук изготовлен из нескольких прослоек кожи. И помимо этого, характерно для той времен, они были паркованы вот такими вот железными гвоздиками. Гэта была фурманка, колеса, альбо навыд карета часу Наполеона. И худшей за все, паводлі плану боевых дзеню, фурманка была усюш-таки русская. А вось ранейшая знаходка напылна з іншага боку. Это картеч была найдена у нас в саду. Нашли её мои родители. Тоже было достаточно давно. И с тех пор это стало такой своеобразной нашей семейной реликвией. Тут находились русские войска. Скорее всего, это повозка или карета. Это русская. Ядро, соответственно, французы стояли на том берегу ручья. Ну, соответственно, ядро, скорее всего, французское. Рэч зная шли на глубине у некальки метров. Там же были и кустки коня. Яны трапили у слою глины, дзе без доступу по ветра добра захаваліся. Господарам сядзібы гэты набор, конечно, был незразумелый, падаваўся никому не патрыбным. Але усюш яны запрасіли специалистов. И оказалося, цікавые каштовные знаходки, які стануть музейными экспонатами. Битва при Салтануце завершилась, можно сказать, ничыюй. И русские, и французы засталися при своих. Битва доужылыся адзін дзень, але загінули ўюй божыцца 5 тыс. чалавек. Русские часовы отступали, их пераследували. И, вероятно, в ході этого преследування при попытке пересечення этого ручья было ещё одно столкновение, в ході которого мы обнаружили вот эту вот карету и убитую лошадку, и, соответственно, обувь, солдатскую обувь. Усюга-то было 205 гадыў таму. Илона Иванова, Миколай Собалев, Новина Рыгіона.